В зоне особого внимания сотрудников ГАИ в этот раз пассажиры автомобиля. И это неудивительно. Травматизм и гибель в результате ДТП из-за несоблюдения мер безопасности велика. А потому, если человек сам о себе не заботится, об этом подумают люди в форме. Только в этом году и только в Брестской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки привлечено более 20 600 водителей. Есть и печальная статистика. С начала текущего года эта цифра составляет 55 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 74 человека получили травмы различной степени тяжести. В 14 дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети-пассажиры. Помоги себе сам. Просто соблюдай все те требования, которые есть в правилах дорожного движения. И тогда не пострадают ваши близкие, друзья, ваши дети. Понимают ли это хозяева машин? Конечно, понимают, но и отговорки у всех очень похожи. Мы любуемся Брестом. Мы проездом. Едем с Германии. Как бы живем в Витебске. Ну и вот наслаждаемся вашей природой, красотой. Просто отвлеклись. Извините, пожалуйста, но больше не повторится. Поскользнулся, упал, очнулся. Гипс. Шутливая фраза из любимого фильма. Как нельзя лучше подходит к вышеназванной ситуации. Ее нужно лишь немного перефразировать. А если все это происходит с ребенком, до шуток ли будет? Пристегнуть ремнем безопасности, усадить в детское кресло. Много времени данные действия у родителей не займут. Поэтому в профилактическом рейде упор делался именно на перевозку детей. Все отлично. Замечательный, дисциплинированный водитель, который и всех пассажиров пристегнул, и ребенок в автокресле. Всегда обязательно, чтобы велокресло было в автомобиле. Ну, естественно, чтобы все пассажиры были пристегнуты. Соблюдаем скоростные режимы. Пропускаем всех пешеходов обязательно. Или водители Брестки в этот день были законопослушны, или еще что-то сыграло роль. Но предупреждать сотрудникам ГАИ было некого. И это радует. Когда в машине дети, осторожность, конечно, повышена вдвойне, а то и в тройне. Ну, обязательно автокресло детское – это в первую очередь безопасность ребенка, жизнь его и здоровье. Важно поддерживать безопасность не только водителя, но и пассажиров, детей и так далее. Использовать кресло и ремни безопасности. Эта акция прошла в рамках проекта «Добрая дорога», который реализуется на территории Брещена. Он был протестирован в Минске и показал неплохие результаты. Примечательно, что согласно концепции новой программы, в ответе за безопасность, теперь не только инспекторы ГАИ, но и обслуживающие дороги организации, а также местные органы власти. Суть системы – комплекс мер, направленных на одну задачу – снижение аварийности. Продолжение следует...